Я со своей картошкой тушеной. Ну да, это не суп. Это картошка тушеная, я уже говорила сто раз, потому что я люблю жиденькое. Ну, густая такая. Так, добавляем картофель, ой, бррррр, рыбные фрикаделечки. Помните, да, как я их готовила? Добавляем. Думаю, что пустую нашла. В холодильник размораживала. Нашла. Так, и добавляем сюда же укроп и петуха. У меня с этого. Брррр, в морозилке. Поэтому все добавляется в саму, как говорится, штуку. В саму блюду. В саму блюду. Блюду, блюду, ха-ха-ха. Все, сейчас пару минут прокипит и выключаем. Такс. Ну, уж прошу прощения, что продолжение следует вторым видео. Ничего не поделаешь. У меня перенагрузь файлов был. Поэтому так получилось. Я прошляпила. Ахаха, удалить. Расскажу вам очень интересную вещь. Ну, может, у кого-то нет канала на Ютубе. Хочу сказать, что сейчас у нас... У того, кто есть... У кого... Господи! У того, у кого есть канал на Ютубе, теперь будет платить налоги 6-8% по законам США. Вот так. Представляете? Если до конца мая кто-то не оформит налоговую эту декларацию, да? Там все есть в указаниях, как говорится. Ну, всем пришли письма, наверное. Ну, мне пришли, по крайней мере. Ну, по-моему, наверное, всем пришли письма. Ну, блогерам. Вот. То будет автоматически выставлен огромная локчета 24-26%, если кто-то не оформит налоговую декларацию. А если кто-то оформит 6-8%, по-моему. Ну, там, в зависимости, не знаю, от чего, может быть, в зависимости от просмотров, там, да, туда-сюда. Представляете, я так ржала, когда... Вот мне даже не обидно было. Вообще. Я человек не жадный, да. Даже если у меня будет 200 тысяч просмотров в месяц, да, и я буду получать огромные гонорары за свое, как говорится, творчество, то, блин, а вот я вот за все эти годы, за первые 3 года или сколько там больше, ну, ладно, не важно, за каждый год я получаю 100 долларов. За год. За год. Год. Вот ровно год. От весны до весны я получаю 100 долларов. Представляете, с меня еще будут драть проценты налоговые. Я вообще хохотала, просто думаю, боже мой. Вы, прежде чем драть налоги, вы, блин, помогите людям, ну, рекомендации побольше давайте, чтобы было с чего драть. А что толку драть-то? Тут драть нечего, да, они ржать там сами будут, таких, как я. Я не знаю. Ну, видите, просто сейчас вообще строгие-таки правила начались. Там очень много нововведений, когда новое видео вставляешь. Очень много, потому что, видимо, так распустился Ютуб, столько пошлости, грязи, аморальных роликов. Это ужас один. Просто я вообще, я просто поражаюсь. Как загадили, засрали, извините за выражение. Может быть, это только на русском Ютубе так, но я не знаю. Наверное же, все уже как-то... И, может, поэтому такие правила стали жесткие. Я думаю, что только я выключаю. Пусть уже этот фрикадель сейчас дойдут уже на плите так. Я думала, что это из-за этого. Вот за границей, вот я смотрела американский Ютуб. Там вообще нет пошлости. Понимаете? Там настолько все позитивное. Там в тренде люди просто неимоверно интересные, потрясающие, творческие. Вообще, я уже говорила об этом. Но у нас же это трындец какой-то ужас. Это какой-то кошмар. Такой порнографии, извините за выражение, в трендах. Наверное, ни в одной стране нету. Это ужас. Я не знаю, почему у нас такое засранное пространство русского Ютуба. Почему у нас такое отношение ко всему. Может быть, это сделано намеренно. Для того, чтобы люди просто тупели, глядя на все на это. Поэтому продвигают такие контенты. А такие контенты, как у меня, которые несут только позитив. И вот, которые я сегодня открыла для себя канал. О которой я уже говорила. Ну, в супе. В предыдущем видео. В супе. Вернее, в картошке. Ой, кому нравится, пусть будет суп. У меня эта картошка. Немножко недосолена. Чуть-чуть. Ой, такой вкусный, нежный, рыбный вкус. Прям нежный-нежный. Вообще классно. Вкусно. Ну да, помидорки, конечно, немножко не хватает. Ну, для меня кислинка. Ну, если настоится, будет повкуснее. Вот так. Когда настоится, я вынула ловушку обязательно. Вот. Так что, друзья, все. Я уже отключила. Всем хорошего, доброго дня. Кулинарного вдохновения, радости, бытия и счастья. Друзья мои. Любите мир. А в первую очередь, любите себя. Человек, который себя не любит, он не любит вообще ничего и никого. А если ему кажется, что он любит, то это просто от одиночества. Это от того, что он себя не любит. Человек, который себя любит, он не чувствует одиночества. Понимаете? Он не распаляется. Не говорит, что вот я там люблю. Ля-ля-ля. Бред. Это все бред. Человек, который любит, от него это все исходит. Все это чувствуют вокруг. Природа, животные, люди. Особенно чувствуют это дети и животные. Поэтому, если вы себя не любите, то никогда никто вас любить не будет. Искренне. Ну, если только какую-то выгоду при этом найдет. А если вы даже будете там, я не знаю, самое что ни на есть, но душа ваша будет богата, и вы будете уметь любить себя, а значит любить мир, все у вас в жизни будет прекрасно, друзья. Смотрите, какая красивая вкусняшечка у нас получилась. Всем огромное вдохновение. Всего вам самого доброго. До встречи. Чао, какао. Пока-пока. Сейчас выловлю эту чевтельку на ложку. Красиво было. Красиво.